Эфир канал Россия 24 продолжает программа Вести Хакасия. С вами Татьяна Донцова. Здравствуйте. Виновным в смерти мальчика в спорткомплексе Абакан могут признать тренера по мини-футболу. Михаилу Стоянову предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека». Напомним, в середине марта во время тренировки на первоклассника упали ворота. Мальчик запутался ногой в сетке, а конструкция не была закреплена, как того требуют правила. Несмотря на то, что ребенка сразу госпитализировали, он скончался в тот же день. Уголовное дело заведено на тренера. Его пока не допрашивали, однако следователи установили, что во время тренировок по мини-футболу Стоянов использовал ворота совсем для другого вида спорта. В ходе следствия установлено, что тренер арендовал помещение спортивного зала спорткомплекса «Бакан», имеющееся в нем спортивное оборудование. Периодически проводил с детьми тренировки, зная о том, что используемые им для проведения занятий гонбольные ворота не закреплены надлежащим образом к полу спортивного зала и не могут применяться для проведения тренировок по мини-футболу среди детей. Михаилу Стоянову грозит 6 лет колонии и штраф в полмиллиона рублей. В Абакане совершено нападение на таксиста. Все произошло накануне вечером, однако уже сегодня картина полностью ясна. Преступление спланировали мужчина и женщина. 27 и 25 лет соответственно. Они договорились вызвать такси и напасть на водителя. Для верности взяли с собой камень. Вызвав машину, злоумышленники сели на заднее сидение и попросили отвезти их в Устебакан. Недалеко от пункта назначения они ударили таксиста по голове. Так получилось, что в это время следом ехал домой со службы оперативный сотрудник уголовного розыска МВД Хакасии. По маневрам автомобиля с шашечками он понял, что там что-то не так. И когда машина съехала в кювет, а из салона выпал водитель, полицейский перегородил дорогу и бросился к машине такси. Удерживая преступную пару, сотрудник УГРО вызвал на место оперативников. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Самая обсуждаемая тема сегодня, пожалуй, погода. Наша съемочная группа вновь отправилась к синоптикам в надежде на оптимистичный прогноз. Оправдались ли наши ожидания, расскажет Наталья Гармашова. Отдельные теплые дни в мае, как, например, в праздник Победы, кажутся мимолетными вспышками. Метеорологи говорят, холода и небольшой снег для мая не редкость. Но то, что ненастная погода растянется на весь месяц, вплоть до лета никто не ожидал. Температура воздуха в мае 2013-го практически на 3 градуса ниже средних значений. Этой весной очень активная циклоническая деятельность. И циклоны приходят, несут с собой такую массу, как правило, холодную. И поэтому вот у нас так холодно, ветрено, дождливо. Холодно будет и в ближайшие выходные, и в следующий понедельник. Ночью не выше плюс 2-7. В отдельных земледельческих районах даже до минус 5. Днём ожидается всего 8-13 тепла. При всём этом республику будет периодически поливать дождём, а местами пройдёт снег. К примеру, минувшей ночью на севере Хакасии в районе метеостанции Ненастная выпало 6 сантиметров снега. На фоне республики столица окажется в более выигрышном положении. В Абакане мы не планируем сильно низких температур. Ночная температура 0,2 градуса. Есть вероятность заморозков, посадки в виде дождя. Специалисты говорят, спасти погодную ситуацию сможет только циклон, который должен прийти в республику с юга. 28 числа мы ожидаем повышение дневной температуры до 10-15 градусов. Будет ли это незначительное потепление стабильным или же однодневным, синоптики пока точно сказать не могут. Как, впрочем, и о том, придёт ли в Хакасию настоящее лето к 1 июня. В селе Берегчуль построят новую школу. Такое решение принял глава Хакасии Виктор Зимин во время рабочего визита в Аскийский район. Лестрансхозовская средняя школа построена в 50-х годах прошлого века. Дважды она страдала от пожара. Эта школа единственная, где ещё не провели капитальный ремонт. Он был запланирован на текущий год. Два из трёх корпусов школы ремонту не подлежат. В третьем после реконструкции планировалось разместить столовую. Кроме этого, в селе имеется острая потребность по устройству детей в садике. Почти 50 малышей ждут своей очереди. А рождаемость только увеличивается. В связи с этим Виктор Зимин отметил, что не стоит тратить огромные деньги на ремонт. По его словам, наиболее рационально строить в селе школу-сад. Начало работ запланировано на следующий год. Озеро Белё закрыли для маломерных судов. Такие меры приняло недавно созданное Министерство природы и экологии республики. Доступ маломерных судов в акваторию озера закрыт с 15 мая по 15 сентября. По словам министра экологии Бориса Варшавского, это позволит снизить шумовое и нефтехимическое загрязнение озера, сделать отдых на Белё более комфортным и повысить рыболовный потенциал водоема. Как отмечают экологи, летом Белё является местом скопления редких видов птиц, многие из которых занесены в Красные книги России Хакасии. Шум лодочных моторов и загрязнение воды нефтепродуктами негативно сказываются на состоянии флоры и фауны озера. Публика осталась в восторге после сегодняшнего выступления единственного в мире клоуна-дирижёра. Рыжий Весельчак уже 30 лет ездит по всему миру и приобщает детей к классической музыке весьма нетрадиционным способом – через фокусы, смех и воздушные шарики. На концерте побывала Олеся Калиниченко. Сегодня фойе драматического театра скорее напоминало цирковое. Повсюду воздушные шары всех желающих гримировали клоунами. В воздухе – предчувствие праздника и веселья. На самом деле так дети готовились к знакомству с классической музыкой и хакасским симфоническим оркестром. Музыкант, композитор, дирижёр Петер Вабак по всему миру известен как клоун Мелви Тикс. Своё шоу он показывает уже более 30 лет. Говорит, дети везде реагируют одинаково хорошо, а вот с музыкантами приходится работать. Сегодня мы договорились с музыкантами получать удовольствие от процесса. Я всегда говорю музыкантам до концерта, что во время выступления вам разрешено улыбаться. Я предлагаю им вспомнить то время, когда они были детьми, когда для них музыка была не работой, а удовольствием выхода на сцену. Это ещё не было работой. Начали концерт циркового марша, но музыкант Петер Вабак подчёркивает, что на его шоу главное – это классическая музыка, а уже потом клоунада. Поэтому не навязчиво, но с юмором клоун Мелви Тикс объясняет детям, какие на сцене используются инструменты и как на них играют. Судя по реакции самих музыкантов, такие звуки симфонический оркестр ещё не издавал. Концерт продолжался больше часа. Всё это время Мелви Тикс ни на секунду не терял контакта со зрительным залом. Дети слушали классическую музыку, тут же смеялись и снова слушали. Быть клоуном-дирижёром – одна из сложнейших профессий. Иногда случается, что я веселюсь на концерте, а возвращаясь в гримёрку, сажусь и плачу. Бывают такие моменты. В финале концерта каждый в зрительном зале смог почувствовать себя пусть не весёлым клоуном, но отличным дирижёром. Удовольствие от процесса получили все без исключения – музыканты, родители и дети. Мне очень представление понравилось, живая музыка очень красиво. Весело, смеялись, хокотали и пели. Это просто супер-супер, потому что меня удивляет разносторонность, потому что он и клоун профессиональный, и дирижёр, и играет на куче инструментов. Как человек может этим всем овладеть один, профессионально, я просто не представляю. Клоуном-дирижёром Петер Вабок планирует быть ещё как минимум лет 10. Затем оставит музыку и будет только клоуном. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. О плохом состоянии дорог жители Хакасии теперь могут сообщить в главное дорожное ведомство. Минтранс Республики начинает принимать обращения по данному поводу. Свои письма можно направлять на электронную почту, адрес которой сейчас на экране. Ответ будет опубликован в течение пяти дней на странице Минтранса Хакасии, которая имеется на официальном сайте правительства республики. Обращения принимаются, чтобы составить общую картину состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Сегодня министр регионального развития Хакасии встретился с главой республики. Темы были затронуты самые разные. Переселение из аварийного жилья, проблемы ЖКХ, итоги отопительного сезона, а также грандиозные стройки, которые начинаются в текущем году в Хакасии. Перед этой встречей мы пригласили руководителя Минрегиона к нам в студию. Интервью с Сергеем Новиковым смотрите через несколько минут. Не переключайтесь. Очень положительно отношусь, так как я видел этих людей, которые не могли выехать за границу из-за своего долга в тысячу-полторы тысячи. Еще не факт того, что у них были эти долги. А люди, имеющие долги свыше 10 тысяч, это явные какие-то нарушители или злостные неплательщики. И они действительно заслужили того, чтобы их не выпускают за границу. Редактор субтитров А.Семкин